Друзья, всем привет! Меня зовут Александр, вы на канале VTMLAK. Сегодня мы хотим поднять такую довольно болезненную для многих тему подорожание квартир в городе Мерсин, Турция, да и вообще в принципе по всей Турции. Мы записали интервью с застройщиком Кадирбеем Башараном. Давайте мы с вами сейчас его посмотрим. Он даст нам достаточно много информации для понимания, из-за чего происходит подорожание цен в Турции. Давайте смотреть. Друзья, мы сейчас пришли к застройщику Кадирбею, к строительную компанию Менезе Башаран, для того, чтобы узнать на конкретном примере, что формирует ценообразование на квартиры. Почему цены в Турции, почему цены в Мерсине на квартиры неуклонно растут? Сейчас мы сдаем в Турции, в Турции, в Турции, в Турции, в Турции, в Турции, в Турции. На формирование цены на квартиру что влияет? Влияет цена на природный газ и на электричество. Вот, например, в пятницу на 30% выросли цены на природный газ и на электричество. Цена на природный газ влияет на все строительные материалы. Например, керамическая плитка, дыма, серамики, джам, стекла, все, что у нас связано со стеклением, стеклянные балконы, пластиковые окна, это все природный газ. То есть цена на природный газ влияет на эти строительные материалы. Электричество, электрик, бетон. Строительство очень зависит от цен на газ и на электричество. Сейчас мы сравним цены на строительные материалы в 2021 году и сколько сейчас стоит. Например, в 2021 году тонна металла стоила 5600 лир в 2021 году. С чем одинаковый металл, то есть ничего, одинаковый строительный материал? Один мешок гипса стоил в том году 15 лир, в этом году уже стоит 55 лир. В прошлом году мешок цемента стоил 13 лир, сейчас 95 лир уже стоят 100 тонн. То есть чисто математически можно уже посчитать, во сколько процентов у нас выросли цены на стройматериалы. Исходя из этого, мы можем понимать, что цены формируют как раз-таки повышение на электричество, на природный газ. Все строительные материалы от этого дорожают. И мы можем сейчас понимать, что примерно у нас стройматериалы по сравнению с прошлым годом продорожали на 300%. И, к сожалению, еще будет повышение, потому что еще с прошлой пятницу повысилась цена на природный газ на 30% и на электричество. Причем это все официальная информация, которую можно найти на официальном сайте Палаты торговли и промышленности. И это официальная статистика. То есть здесь эту информацию все можно проверить. Мы можем видеть на фактах, что на цены на квартиры в Мерсине влияет, к сожалению, не повышенный спрос, а конкретно повышение на стройматериала, повышение на природный газ и на электричество. Килограмм стоил алюминия 56 лир. Сейчас 150 стоит килограмм алюминия. То есть вот даже на этом простом примере можно понимать, что формирует у нас цену на квартиры. В прошлом году квадратный метр стекла стоил 700 лир, в этом году 1700 лир уже стоят. Это фабричные цены. Да, вообще это фабричные цены, когда застройщики оптом закупают, это такие цены. На самом деле сейчас вот для простых покупателей это еще стоит еще гораздо дороже. Я сейчас разговаривала с представителями фабрики. К сожалению, ожидается повышение на 40% еще в конце сентября месяца, ожидается повышение на все стройматериалы еще на 40%. К сожалению, мы вынуждены будем повышать цены на квартиры еще, так как будет повышение на 40% ожидается на все стройматериалы. Поэтому если вы еще думаете покупать квартиру или ждать понижения цены, к сожалению, понижения цены не будет, нужно использовать момент и покупать вот по этой цене здесь и сейчас. Мы на этой ноте прощаемся с вами и желаем вам всего самого наилучшего. И делайте выводы и считайте сами, когда покупать квартиру сейчас или ждать повышения или понижения. Нужно понимать, что это не все факторы, из-за чего в данный момент происходит подорожание. Фактически квартиры подорожали там в 2,5 раза к прошлому году. Допустим, я просто сужу по своей квартире. В прошлом году она стоила 30 тысяч евро, а в этом году она стоит уже там 60 тысяч евро. И нужно понимать, что удорожание стройматериалов и всего остального в принципе в целом по Турции в 2-3 раза. И эти цифры вполне отражают удорожание там квартир. Но также есть и другие факторы. Допустим, бензин в Турции подорожал фактически в 2,5 раза. Дизельное топливо, что является также очень большим триггером, так как элементарно все коммерческие машины, то есть это те машины, которые там как раз таки строят эти дома, они на дизельном топливе. А дизельное топливо подорожало фактически в 3,5 раза. И во всех сферах деятельности те, кто живут в Турции, они увидели, что подорожало все очень прилично, особенно если смотреть для турков. Но нужно понимать такой момент. Будет ли удешевление цены? Давайте приведем с вами в пример тот момент, когда была пандемия. И в России, вот лично из моей жизни пример, в России квартира, в тот момент двушка в районе Девяткина стоила 4,5 миллиона рублей. Реально можно было купить. Когда произошла пандемия, и эти квартиры стали стоить 6,5 миллионов рублей. В тот момент мои родители купили квартиру за 6,5. Сейчас же эта же квартира стоит 9. Несмотря на то, что сейчас в России плохой спрос на недвижимость и так далее. Есть там определенные проблемы на рынке. Но дешевле квартира стоить не стала. Опять же, еще один пример могу привести. Это по рынку недвижимости в США. Все знают, что в 2008 году был очень масштабный, серьезный кризис. Рынок недвижимости в тот момент обвалился. Обвал был зафиксирован в районе 20%. То есть цены упали на 20%. Но никто не говорит о том, что за 2 года до этого квартиры выросли кратно. То есть фактически люди все равно остались в плюсе. Те, кто смог полностью оплатить за недвижимость. Но там кризис был немножко другого формата. Сейчас во всем мире происходят довольно очень грустные события. И если мы смотрим по всему миру, недвижимость дорожает. Я анализировал рынок Дубая к прошлому году. Я анализировал рынок Черногория и прочие рынки. Подорожало везде. Не только у нас в Турции. Подорожало везде и примерно подорожало на одинаковый процент. Поэтому здесь, если вы хотите вложиться, в любом случае нужно понимать, что вы как минимум сохраните деньги. А возможно и приумножите. Поэтому решать только вам. Мы в любом случае со своей стороны постараемся вам помочь с выбором хорошей, ликвидной, самое главное, ликвидной недвижимости. Как минимум сохраним ваши деньги и постараемся их приумножить. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, этот ролик оказался для вас полезным. Спасибо большое Кадире Башарану, что он согласился на это интервью и дал те цифры наглядные, которые помогут нам понять, насколько происходит удорожание стройматериалов. Ну и ждем вас в Мерсине. Пока-пока.